Уважаемая Александра Сергеевна, вот вы схему представили, авастин, цисплатин и поклитоксил. Я думаю, что в следующем году она будет утверждена, эта схема. И все-таки вы задали сами себе вопрос, но не ответили. Поддерживающая терапия, она проводится подальше при раке шейки матки? И до какого времени? И второй вопрос, все-таки... Брежет к микрофону, пожалуйста. Все-таки, если мы поставили прогрессирование на фоне химиотерапии, мы продолжаем введение авастина или нет? И возможно ли применение в этой схеме замена цисплатина на карбоплотин? Потому что, как правило, это группа больных с повышением мочевиины, креатинина. Вот, если возможно, три вопроса, пожалуйста. Три хороших вопроса, на которых нет ответа на самом деле. Мы только можем предполагать. Я поэтому их и ставила в своей лекции со знаком вопроса. Спасибо большое. Если говорить о том, можем ли мы продолжать. Если мы будем делать так же, как по аналогии с другими опухолями, с яичниками, то, что при кишке и тому подобное, то теоретически мы должны продолжать. Хотя дизайн исследования, о котором мы говорили, он планировал совместно с химиотерапией, химиотерапией до прогрессирования, и с биовоцузумаба в среднем они получали около 6-7 курсов терапии, в этой исследовании GIGI-240. Поэтому практически никто не получал поддержку биовоцузумаба в дальнейшем. Но я говорю о тех ситуациях, когда больные по какой-то проблеме, например, по какой-то причине, как токсичность, не могут получать дальше химиотерапию. Тогда в этой ситуации, мне кажется, целесообразно будет продолжить терапию с биовоцузумаба. По поводу продолжения после прогрессирования. Это также, мне кажется, вопросы к следующим клиническим исследованиям, которые, возможно, будут реализовываться. Но если проводить аналогии с молочной железой, с кишкой, такие работы были, и они были вроде как позитивные. Сейчас идет работа в онкогинекологии, если говорить при раке яичников, когда во второй линии продолжают биовоцузумаба после его поддержки в первой. Посмотрим, что будет, и там для себя решим. Так, и третий у нас вопрос. Цисплотин на короплотин. Если мы знаем исследование японское, где заменили цисплотин на короплотин, было получено, что различий нет на самом деле. В отдальном анализном инфериорите не было различий. Ни в времени до прогрессирования, ни в продолжительности жизни, то теоретически мы можем заменить короплотин, и это является одной из схем выбора для лечения рака шейки матки. Добавление биовоцузумаба теоретически, наверное, возможно, хотя исследования такого не было. Но это вот ваш выбор, наверное. Уважаемые коллеги, прошу вас задавать вопросы и высказывать, если у кого есть такое желание. Адель Федоровна, не хотите ничего сказать? Будьте рады. Во-первых, я хочу поблагодарить за прекрасные доклады, которые мы сейчас заслушали в этой секции, и задать вопрос Ларисе Александровне. У нас в клинике нет опыта по гипертеремии при сочетанной лучевой терапии рака шейки матки. Вот вы продемонстрировали аппарат швейцарский. Я знаю, что в некоторых клиниках онкологических России есть аппараты, только я не знаю, швейцарские они или нет, дорогостоящие они или нет, потому что перспективы какие-то, потому что это такие пионерские работы, и в зарубежных публикациях тоже мало, как мы видим сообщений. Можете вы нам уточнить, вот по России, вот сколько таких точек радиологических, которые проводят гипертермию? Спасибо. И на каких аппаратах? Спасибо, Адель Федоровна, за вопрос. Вообще, вот Александров, профессор Александров, организатор одного известного достаточно нашего Белоруссии центра, по существу он и явился родоначальником гипертермии у нас в России. Были разработаны аппараты яхта, их было третье, четвертое, пятое яхты. Вот здесь вот сидит Людмила Ивановна Крикунова, которая использовала эту методику еще в 90-х годах. Это была ее докторская диссертация использования гипертермии в лечении рака эндометрия. Что касается вот использования при лечении рака шейки матки, то действительно, к сожалению, пока в России это единственные такие немногочисленные исследования. В основном это Нижний Новгород. И вот те данные, которые я представляла, это доктор из Ульяновского диспансера, где было исследовано 53 больных. Но это самое максимальное количество больных вместо распространенным раком шейки матки, которые сейчас представлены. По крайней мере, можно использовать вот эти данные. Что касается возможностей использования аппаратов, безусловно, это современные аппараты, они, к сожалению, дорогостоящие аппараты. То есть тот аппарат, который мы используем с компьютерным, это немецкий Цельсиус, конечно, это пока доступность для практического здравоохранения, хранения, ну, не та, которая бы хотелось бы. Но, тем не менее, мы видим, что какой-то определенный плюс в лечении места распространенного рака шейки матки в этом аспекте есть. А дальше вы удовлетворены или хотели добавить что-то? У них тоже опыт есть. Я знаю, что на севере или Архангельск, или Мурманск тоже имеют гипертермические установки, только я не знаю, какие отечественные, какие-нибудь или все-таки лицензированные, сертифицированные, зарубежные. Они, наверное, не делились печати опытом. Если они захотят, могут тоже высказать свое мнение, как сейчас это сделает Беларусь. Ну да, поскольку вот упоминали, действительно, родной начальник Николай Николаевич, о котором я вчера говорила, он приехал к нам из Санкт-Петербурга в 1960 году. И у нас вот в 70-е годы началась эра гипертермии. И действительно, у нас проводились первые международные симпозиумы по гипертермии в Минске и так далее. Ну, у нас опыт, что касается гинекологии, по другим локализациям он огромен, вы знаете, и я о нем говорить не буду. И нас давно, наше руководство и наличие аппаратуры, вот давайте при раке шейки матки. Но поскольку у нас и так в целом были достаточно удовлетворительные результаты, это отдельный разговор. А во-вторых, аппаратура, та, которой мы располагали, и на данном этапе вот мы работали на аппарате птичь и яхта, вот та древняя, которая была, то, что впервые сконструировали тогда наши ученые, на них и работали. И пять лет назад мы инициировали исследование, оно все-таки было проведено. Поскольку мы сейчас мало печатаемся в российских журналах, я надеюсь, что теперь мы будем ближе и печататься будем чаще. А прошедшие вот эти годы, 15-20 лет, они как-то вот развело нас в стороны. Так вот, пять лет мы провели 28 больных. Рак шейки матки мы проводили лучевую терапию, сочетанную лучевую терапию, и сеансы общей гипертермии с химиотерапией, цесплатин использовали. И я должна сказать, оценка осуществлялась вот в прошлом декабре, 2014 года. То есть мы отдаленные результаты, пятилетние, вот я сама руководила этим исследованием. И должна сказать, что мы получили статистически достоверное улучшение результатов по сравнению со стандартным химио-лучевым лечением, это когда еженедельное введение цесплатины, и сочетанную лучевую терапию в общепринятых дозировках. Но у нас общая гипертермия, на мой взгляд, это не то, что нужно. Почему осложнений у нас было достаточно? Вот вы кожные осложнения представили, эпителиты, влагалищные. У нас влагалищных так не было, но кожная, вот общая гипертермия дала эти осложнения. Мы с ними боролись, там у нас изобретение, магнитотерапию использовали. Но тем не менее, я считаю, что общая гипертермия не годится. Вот локальные методы, то, о чем вы сегодня говорили, наверное, это то, что требуется развивать при этой локализации. И у нас сейчас в Минске тоже осуществляется перевооружение. Нам предложили новый аппарат. Ну, не знаю, видимо, будем работать, что-то пробовать. Так что огромное спасибо за ваш интересный доклад. Он прямо вот лыка в строку. И еще мне был очень интересен доклад по неодевантной внутриартериальной химиотерапии, потому что вы знаете, что в 90-х годах мы проводили инфузию, химиотерапию, и провели тогда большое исследование. И тогда оно вошло в докторскую диссертацию. Вот. А потом, сейчас у нас мы используем химиоэмболизацию. И тоже интересные результаты, хорошие полученные. Они где-то, так сказать, параллельно идут с теми, что были представлены. Но я вот скажу свое мнение. Тем больным, у которых вот вторая Б стадия и выше, если химия лучевая, то химия лучевая. Оно есть противопоказание к этому методу. И тогда выхода нет. Нам надо даунстейджинг. И тогда это незаменимый, прекрасный метод. Нужен локус его использования. Это тогда, как наше мнение, тогда, когда химия лучевая противопоказана при местно распространенном раке. Благодарю за внимание. Евгения Ивановна хотела тоже прокомментировать эту тему. Можно я немножко прокомментирую эту ситуацию? Ну, вы отлично понимаете, что когда были наши отечественные аппаратуры типа яхты, то никто не мог измерять температуру в опухоли. И подводилась температура в 43 градуса. Да, непосредственно эффект лечения на опухоль сказывался очень хорошо. То есть совместно с лучевой терапией, совместно с химиотерапией, если кто-то проводил. Но в то время химиотерапия активно не использовалась. В основном это лучевая терапия и хирургическое лечение. Использовалась при таких локализациях, как заболевания прямой кишки, остеосаркомы костей. При этих заболеваниях, в общем-то, локальный эффект был очень хороший. Но за счет того, что мы не могли померить температуру в опухоли, ограничения к применению к этому методу они существовали. Но здесь столкнулись с другой ситуацией, с отдаленным метастазированием, которое на некоторое время ограничило применение гипертермии именно при гинекологических локализациях. Остеосаркомы непрекрасно лечатся и сейчас гипертермией. Появление новой аппаратуры, такой, как вот сейчас мы видим, это аппараты, присланные из Германии, вероятно, они исключают эту возможность, тем более, если это проходит вместе с магнитным перфузионным исследованием. Вероятно, это действительно будет хорошим таким большим подспорьем в лечении рака шеи и кематки к основным методам хирургии и к лучевой терапии, с химиотерапией. Спасибо. Есть еще желающие выступить? Уважаемые коллеги, здесь опечатка в программе. Написано, что у нас перерыв с 15.30 до 16.30. На самом деле у нас перерыв до 16.30 полчаса примерно, да? Да, пожалуйста, Анатолий Хабрин. Надеюсь, что я не перерываю, да? Да, 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 да. Ответительный доклад был последний, который, может быть, для нас, практиков, иногда сложно воспринимаемый по таргетной терапии, но мы увидели перспективы, очень интересно. Мы затронули гипертермию при местно распространенном раке шеи и кематке, извините, да? А, лучевой терапии. А мне хотелось бы познавиться на первом докладе по внутриартериальной химиотерапии. Очень жаль, что не выступил начальник транспорта, не выступил, не было первого доклада из Регидро-Радиологического института, который тоже обладает опытом региональной химиотерапии. И вот здесь хотелось бы даже задать вопрос Алине Сергеевне, была ли внутриартериальная химиотерапия с последующей эмболизацией или только внутриартериальной химиотерапии? Потому что, как мы уже слышали на предыдущих секциях, что стандартным является в комбинированном лечении это системная химиотерапия, которую приводили наши отечественные докладчики и зарубежная, то есть неодевантная системная химиотерапия. Здесь же сравнивались две группы внутриартериальной и предоперационной лучевой терапии. Была ли у вас группа системной неодевантной химиотерапии? И почему вы шли потом на, может быть, даже заведомо цитуредуктивную операцию, а не продолжили, например, лучевую терапию у некоторых больных? Потому что очень интересные данные по внутриартериальной химиотерапии. Мы будем ждать дальнейшей, чтобы была статистическая достоверность, если можно ответить и развить вот эту тему внутриарегиональной химиотерапии. Спасибо за вопрос. Мы при проведении химиоэмболизации больным, и мы этих больных специально отбираем, после химиоэмболизации больных отправляем на лучевую терапию. А те больные, которые получали интерартериальную химиотерапию, мы знали заведомо, что большая часть их ответит, потому что клинически практически больше 90% больных отвечает на региональную химиотерапию. В дальнейшем получает возможность получения хирургического лечения. Больные же, которые имеют стадию заболевания как 3Б, тогда получают только химиоэмболизацию. У нас большой контингент этих больных, мы просто еще пока не обрабатывали эти данные. А можно спросить, Алла Сергеевна? Алла Сергеевна, я хочу вас спросить, в каком случае вы использовали региональную химиотерапию, в каком химиоэмболизацию? В тех случаях, когда лучевое лечение у таких больных было невозможно, в связи с распространенностью процесса, с большими опухолевыми массами в малом тазу, когда им отказали в лучевом лечении, мы брали их на химиоэмболизацию, и после этого часть больных получала возможность лучевого лечения. Спасибо. Скажите, просто непросвещенному человеку, потому что мы не обладаем таким опытом внутриартериальной химиотерапии и с последующей эмболизацией. Так не делалось? Почему? Так тоже делалось. Ну, в принципе, она, в общем-то, да, так и проводится. Можно заэмболизировать гемостатическими губками и в дальнейшем повторно проводить регионарную химиотерапию или же заэмболизировать спиралями, и тогда уже больная дама. Тогда уже не проведешь? Да, тогда уже идет больная дама. Вначале провести внутриартериальную, затем сделать эмболизацию и дальше решать вопрос или операции, не всегда на лучевой терапии. То есть, такая тоже у вас внутри, наверное, группа есть или будет? Есть. А есть у вас сравнение с неодевантно-системной химиотерапией? Сравнение с неодевантно-системной? Да, как вот РОНС проводит, мы-то с химией лучевой проводим неодевантно, за что нас, может быть, и критикуют, потому что за рубежом только системная неодевантная химиотерапия, но она как-то нас не очень впечатляла. Может, у вас больше опыта? У нас такого опыта нет, но такие работы действительно имеются, и в принципе, по результатам этих работ, в общем-то, каких-то отличий, в общем, пока не находят. Сравниванные внутриартериальные системные, есть такие работы? есть такие работы, которые сравнивают системную химиотерапию с внутриартериальной. Но там небольшое количество тоже людей, поэтому, в принципе, данные тоже пока еще обрабатываются. Спасибо. Может быть, кто-то еще хочет добавить свой опыт по региональной или системной неодевантной химиотерапии. Ронс об этом заявлял в своих докладах, да, но, по-моему, уже больше не хочет выступать, уже достаточно. Может, у кого-то еще есть желание? Потому что секция, понимаете, вот если звучали стандарты, то вот сейчас это такие вот пилот, разные поисковые исследования, может, которые потом выльются в стандарты, потому что это интересно вот сейчас было заслушать. Ну, наверное, сейчас президиум сделает... Мы хотели с вами посоветоваться, Адель Федоровна. Значит, у нас, если мы сейчас уйдем на перерыв, это у нас займет 40 минут. А зачем нам это надо? Давайте сделаем на 10 минут и продолжим. Потому что скоро уже ужинать и спать. Правильно. Ну, это хорошее, по-моему. Как, если голосуем, если только 10 минут... В 4 встречаемся. Спасибо. В 4 часа встречи. Адель Федоровна.